Сегодня у нас с вами небольшая дегустация, и мы будем пробовать сухое вино из синих мускатов, урожая прошлого, 23-го года. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Как всегда, прежде чем мы начнем нашу дегустацию, небольшое вступление. Особенности вообще мускатных вин и синих мускатов. Из мускатных сортов, в принципе, сухие вина делают крайне редко. Почему? Потому что вещества, которые отвечают за этот самый мускатный аромат, они достаточно нестойкие и быстро разрушаются. Раз, а во-вторых, они лучше сохранятся, когда есть остаточный сахар. И если белые мускаты или розовые все-таки делают по белому в сухом варианте, то вот красное как-то не делают, считается, что это вино будет грубым, невкусным и так далее. Ну, то, что не делают все, иногда делаем мы. Значит, это уже не первая наша проба пера по мускатным сухим винам. Здесь смесь синих мускатов, галант, мускат блау, альминские или водейские черные. Ну, да, вроде бы все. Холодное брожение, оно сбраживалось при температуре, наверное, порядка 8-10 градусов. На мезге оно бродило, единственное, я не записала сколько, ну, где-то дней 5, наверное, оно бродило на мезге. Ну, а потом уже сняли с мезги, оно дображивало в холодном помещении. Дегустацию этого вина я вам показывала осенью. Потом как-то весной попробовали мою бутылочку, и мне уже показалось, что все, мускатный аромат уходит. И, наверное, уже пора его быстренько выпивать. Ну, понятно, что выпили не все, вот осталось 2 бутылочки. Одну мы открывали, наверное, недели 2 или 3 назад. Потому что не все открываю на камеру, да, иногда я пью за ее пределами. Так вот, в том образце прям мускат был яркий, очень интересный и такое, ну, очень интересное вина. Ну, что будет сегодня, мы сейчас с вами узнаем. Ну, и сразу хочу обратить ваше внимание на цвет. Попытаюсь подсветить, не хочу пока что взбалтывать. Да, цвет яркий, насыщенный. И при том, что вино без всякой серы, да, я не пользуюсь никакими антиокислителями. И вот такое вот оно получилось по цвету. Ну, а теперь сразу же пробуем первый нос. И сразу идет вот эта яркая ароматика. Единственное, что у мускатов вот в таком сухом варианте, это немножко не тот мускат, который мы чувствуем в ягоде. А здесь запах становится таким леденцовым. Впрочем, такой же леденцовый аромат, он присутствует у нас и в розовых, белые, пока не делали мускаты. То есть он, в общем-то, похож, но очень такой яркий. С одной стороны, с другой. Опять же, понимаете, бывает у некоторых вин такая ароматика, когда прямо у вас из бокала вот оно выпрыгивает этот аромат, да, и ударяет в нос. При этом я еще хочу обратить ваше внимание на бокал. Вино у нас высокоароматное. И такой бокал, он не лучший. Для таких типов вин лучше было бы такой более высокий. Но мы в деревне, да, и у меня здесь меньше бокалов, чем в городе. Тем более, что здесь как-то они больше бьются, когда я что-то фотографирую, что-то снимаю. Не тогда, когда я пью. Ну что же, заболтаем и попробуем второй нос. Ну вот на втором носе уже немножко начинают вылазить древесные ноты. Когда я буду рассказывать технологию мускатных вин, я немножко про это расскажу. Ну, немножко становится чувствительный спирт, ну, как для меня. Теперь попробуем, что же здесь в этом бокале. Вкус получается такой очень интересный и специфический. Сразу даже не чувствуется вот этой ароматики леденцовой, которая у нас есть в запахе. Чувствуется легкая терпкость, легкие танины. Потом легкая кислотность, которая вызывает слюноотделение. Я всегда поясняю, что такое кислотность, потому что многим кажется, что это кислота, и это вино кислое. Нет, это не совсем так. Правильная кислотность, она вызывает слюноотделение. И вот такое приятное, слегка терпковатое вино затем уже оставляет во рту вот это вот послевкусие леденцов, о котором я говорила. Когда мы пробовали его раньше, пробовали весной, то там эти леденцовые нотки, они были и во вкусе. Но я вам вот что скажу, эти вина, они достаточно коварны. Коварны тем, что нам иногда кажется, что все, вот ароматики нету, да, она куда-то ушла. Как-то вот вино было такое вкусно-ароматное, а потом не такое вкусно-ароматное. А потом пробуешь его дня через два, через три, через неделю. Оно вкусно, оно ароматно, оно яркое. Еще что во вкусе прослеживается, это зеленое яблоко. Такое приятное зеленое яблоко. Знаете, какое вот, когда мы берем раннее яблоко, да, оно такое не очень сочное, оно сладенькое, да, ну вы понимаете, что во рту как бы немножко оно то ли вяжет. Вот такие же ощущения и те же яблочные тона присутствуют и здесь во вкусе. А тот запах, о котором я говорила, такой немножко древесный, вот он присутствовал во втором носе, но сейчас уже его нету. Сейчас опять вернулись леденцы. То есть вино такое очень своеобразное, да, оно с нами заигрывает и все время что-то вот новое говорит. Да, вот сейчас у меня такая ароматика, сейчас такая, сейчас у меня такой вкус, сейчас вот другой. Ну вот, кстати, я его опять же немножко поболтала. Терпкость становится меньше, а ароматики становится чуть больше. Вот эта леденцовая нотка, она тонкая, она нежная, но тем не менее она становится несколько ярче. И дополню еще про вкус, поскольку я тут еще снимала другой ролик, да, а вино у меня до сих пор стоит все тот же бокал. Минут 40, наверное, прошло после открытия бутылки и вкус стал более мягким и больше раскрылся аромат. То есть сейчас леденцовые нотки во вкусе, они чувствуются дольше. Ну, как я уже сказала, такое вино очень интересное, очень своеобразное, очень характерное, которое все время преподносит сюрпризы. Ну, подводим итог. Первое. Сухие мускатные вина, в общем-то, делать можно. Вкус у них интересный, они достаточно быстро готовы к употреблению, у них будет невысокая кислота, и, в принципе, даже после окончания брожения их можно пить, они будут вкусные, яркие, интересные. Можно немножко похоронить, но недолго. То есть вот год, наверное, это их такой потолок. Хотя в прошлом или в позапрошлом году у нас был образец вина мукузани мускат блау. И вот там вот через год я пробовала, еще легкие вот эти мускатные нотки сохраняются. Но вообще, в принципе, как бы вино не становится лучше. То есть когда имеет смысл выдерживать вино, когда оно становится лучше. Здесь оно не становится лучше, оно либо сохраняет свои свойства, либо потихонечку их теряет, поэтому держать дальше не обязательно. То есть выпили в молодом возрасте, либо там в течение года, насладились его вкусом и ароматом, ну и на том все. При этом, повторю еще раз, что делать можно. Если бы мы его делали в каком-то там сладком варианте, то мускатные ароматы были бы ярче. Если хочется что-то поспокойнее такое, мягкое, приятное красное вино, то, в принципе, это тоже неплохой вариант. По технологии приготовления мускатов, по всем нюансам будет отдельный ролик, где я постараюсь достаточно подробно рассказать и расписать все тонкости и нюансы. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на плейлист по домашнему виноделию, ссылка на каталог наших сортов, винограды и наши контакты. И до новых встреч!